Если человек считает, что все можно изменить к лучшему, это благость. Например, пришел час моей смерти, можно все к лучшему изменить? Можно. Можно. Непреодолимая карма, тело умрет. Но что значит все изменить к лучшему? Если человек сосредоточенно повторяет молитву, в момент смерти думает о святом человеке или о Боге, то в этот момент, когда он оставляет тело, он достигает этого состояния, достигает святости, приближается к Богу. Достигает высшей цели человеческой жизни. Поэтому, видите, экзамены сдавать можно в любой ситуации. Тело будет жить или нет, не имеет слишком большого значения. Большое значение имеет, как ты оставляешь тело, с какими мыслями, какова была брожита, как твоя жизнь. В этом заключается главный смысл. А не в том, оставишь ты тело или нет. Иногда нет выбора, нет вариантов. Чья душа? Чья душа? Видите, я вас запутал. Я вас запутал, видите? Я говорю, чья душа? Вы говорите, умершего. Да труп от душа, что ли? А чья? Нет, душа чья? Надо говорить, моя, моя. Я душа, да? Я душа. Нельзя спросить, чья душа? Душа моей родственницы. То есть, моя душа принадлежит моим родственникам. Я вас запутываю сейчас, не могу? Когда вопрос очень такой напряженный, надо ситуацию так немножко разъезжать. Первое, что мы должны понять, что не моя душа, а я душа. То есть, люди говорят, моя душа. Нет, я душа. Я — это душа. И душа выходит из тела. В ведических писаниях подробно описано, как это происходит. Когда душа выходит из тела, то в течение десяти дней после этого она находится над своим телом и прощается с родственниками. Родственниками, своими мыслями благородными о ней формируют ей новое тело. Светлые мысли, молитва, когда мы не в пьяном угаре провожаем душу, не поминки без спиртного, а чистые, светлые поминки. Поминать означает помнить. Поминать не означает напилить, там, мы тебя поминаем. Нет, то есть, поминать означает помнить, молитва означает, светлые мысли. Это формирует новое тело. Те, кто должны подправиться в низшей планете, у них формируется тело страданий. Те, кто на высшие планеты отправляются, у них формируется тело блаженства. Примерно через сорок дней, да, мы знаем, уходит дальше туда или туда. Некоторые уходят на высшие планеты, наслаждаются там жизнью. Есть два ухода на высшие планеты, два пути. Первый путь. Человек уходит в ясную погоду, днем, солнце, нет туч, ясная погода. Уходит на высшие планеты продолжать духовный путь. Этот путь никогда не проигрывает человеку на этом пути. Спасибо. На этом пути человек никогда не проигрывает. Он идет дальше, выше, 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 выше. Да? Почему он так идет? Потому что у него не было желания быть счастливым. Он хотел служить. Он выполнил цель своей жизни. Но у него осталась карма. Если бы не было карма, он сразу в духовный мир бы ушел. Духовный мир – это основное пространство, в котором души живут. Очень мало душ живут в материальных мирах. Материальных миров очень много. Миллиарды. Наша Вселенная имеет форму шара. Одна из немногих таких материальных миров. В ней мы живем миллионы, миллионы жизней. Цель этих жизней – сплодиться от эгоизма, перестать жить для себя, стать слугой для всех, любить всех, заботиться о всех, забыть про себя, служить всем. В этот момент душа начинает уходить из материального мира, потому что она лишается кармы. Карма означает всегда эгоизм. Почему мы здесь рождены? Потому что мы захотели жить для себя. Почему мы захотели жить для себя? Потому что у нас есть свобода выбора. Душа всегда имеет возможность или для себя жить, или для других. У меня есть выбор всегда. Душа – это не энергетическая вещь. У меня есть энергия. Есть три типа тела. Три типа тела есть. Есть духовное тело. У вас есть духовное тело. У вас есть духовный ум, духовный разум, духовные чувства. Чувства. Знаете, что такое пять чувств есть? Есть чувства зрения. Вот не глаза. Глаза – это материальная вещь. Есть чувство зрения. Чувство зрения принадлежит тонкому телу. Когда человек остается в тонком теле, он смотрит не материальными, а тонкоматериальными глазами на свое грубое тело, которое мертво. Тонкие чувства не умирают в материальном мире. Но когда человек освобождается совсем от необходимости жить в этом мире, необходимость в этом мире означает эгоизм. Желание жить для себя заставляет жить в этом мире. Когда человек становится полностью бескорыстным, он освобождается от тонкого тела. И у него остается только духовное зрение, духовный слух, духовный вкус. Понимаете, духовное осязание, духовное тело остается, духовный разум, духовный ум. Все тонкоматериальные вот эти вот признаки – ум, разум – это отражения духовных наших качеств. Какие отражения? Искаженные эгоизмом. Есть истинное эго. Оно хочет всегда служить. Истинное чувство достоинства, смотрите, как работает. Если я сделал доброе дело, мне хорошо. Ложное чувство собственного достоинства. Я сделал какой-то поступок плохой, я думаю, ничего страшного, все равно все нормально. То есть я сам себя обманываю, да? То есть мне нехорошо по факту, но я делаю вид, что хорошо. Ложное эго означает, человек не руководствуется истиной, а он руководствуется тем, наслаждает он себя или нет. Это для него истина. Понимаете? Человек, который истинное эго имеет, для него истина – это радость других, а не себя. Вы задали вопрос, очень сложный для понимания. Нужно много-много лет стремиться к тому, чтобы понять то, о чем я сейчас вам говорю. Это сложная тема, крайне сложная. Так первый путь называется солнечный путь. Не то, что человек на солнце идет. Он идет, когда день, когда ясная погода. Он уходит из тела. Видите, идет, слово идет означает движется куда-то. Уходит из тела, и он дальше развивается, пока не покинет этот мир. Солнечный путь беспроигрышный. Сдал свои экзамены, идет вверх. Второй путь. Человек хочет наслаждаться, но жил в благочестивой жизни. Всех любил, о всех заботился. Но внутри главная цель, это собственное счастье. Он думает, когда же я поду в рай и буду там счастлив. Он попадает по лунному пути, уходит ночью в облачную погоду. Дождь, туман. Уходит на высшие планеты. По лунному пути попадает на планеты, где очень много удовольствия, где много счастья. Много счастья, нет проблем, нет болезней. Он много-много, сотен, а может даже тысяч лет там наслаждается. Все свое благочестие отрабатывает и потом назад, на средней планете, где мы живем, опять сдавать экзамены. Потому что он не сдал экзамен. Должен он стать бескорыстным, а у него осталось вот это желание счастья личное. Те люди, которые живут только для себя, всех эксплуатируют, мучают, не соблюдают никаких правил жизни, едят мясо убитых животных, пьют спиртное. Бросают близких людей, совершают аборты. В конце жизни они отправляются на низшие планеты. Там их ждут страдания. Я вам рассказал три пути основных, которые бывают у людей после оставления жизни. Есть четвертый путь. Люди остаются на средних планетах, потому что как бы и не туды, и не сюды. Они не то, что не сдали свои экзамены, в общем-то чуть-чуть сдали, но им дается еще одна попытка. Чистилище иногда возвращается на землю, но при этом уже не в человеческом теле чаще всего. После чистилища чаще всего в животных телах несколько жизней придется прожить, а потом уже в человеческом. В чистилище происходит деформация тонкого тела. Тонкое тело не способно уже разумно думать, потому что оно тупеет от страданий. Человек тупеет от страданий, не может выносить. Когда человек страдает, он не может размышлять. Заметьте, что кто-то бросил, ты не можешь думать. Тебя кто-то бросил, ты не можешь сосредоточиться, просто страдаешь. Адская жизнь. Согласны? Кто испытал адскую жизнь? Бросили меня. То есть адская жизнь, невозможно ни думать, ничего, ни спать. Очень тяжело, да. Там такая жизнь происходит не один год, очень много времени. Человек уже забывает, как думать, как принимать решения. Все это происходит в спокойном сознании. Разум может работать только в спокойном, счастливом сознании. Поэтому главная цель человеческой жизни – учиться прощать. Прощение дает успокоение. Учиться просить прощения – это дает успокоение. Учиться принимать, любить людей, учиться служить им, учиться верить в старших, учиться святости, учиться духовному знанию – все это дает радость, сердце, успокоение. Вот смотрите, я даже рассказываю вам об этих вещах, какой бы платформы вы ни занимали, атеистическую, не атеистическую, какой религии, неважно. Я рассказываю вам об этих вещах, что у вас в сердце спокойствие. У меня тоже. Мы занимаемся нужным делом. У нас в сердце радость, мы чувствуем, что так хорошо. Такая беседа очень нужна, она имеет ценности. Итак, спасибо вам за вопрос, ценный вопрос. Мы сейчас продолжаем беседовать о карме. И следующая у нас тема – непреодолимая карма. Мы поняли, что вариантов нет. Экзамен надо сдавать, но уже это тело является последним рубежом. Последний экзамен. Непреодолимая карма означает последний экзамен. «Ты пришел к концу своей дороги». Все, должен сдавать последний экзамен. Сейчас. Тяжелая карма. Означает, смотрите, легкая карма. Легкая карма. Допустим, я заболел, вылечился своими силами. Легкая карма. С работой увольняют, договорился со всеми, не уволили. Легкая карма. Жена уходит, уговорил, на колени встал, простила, осталась. Ну, то есть, легкая карма означает, человек преодолевает своими силами ситуацию. Понятно, да? Средней тяжести карма. На колени встал, все равно уходит. Друзья позвонили, поговорили, осталось. Легкая, средней тяжести карма означает, врачи вылечили. Сам не могла, сама ребенка не вылечила, повезла в больницу, вылечили врачи. Средней тяжести карма. Дальше, средней тяжести карма. Под машину попала, не погибла. Вылечили. Сама не вылечилась, вылечили врачи. Ногу там поставили на место, там все нормально. Тяжелая карма. Жена уходит, на колени встал, не остается. Друзья поговорили, не остается. Пошел в храм, батюшке в ноги упал. Он настоящий батюшка оказался не для денег, а для духовной практики. Он посмотрел на меня, говорит, ты хоть вообще Богу-то служить хочешь? Я говорю, ну конечно хочу, просто я свинья вот этим не занимаюсь, а так хочу. Он говорит, ну ладно, давай договоримся. Я сейчас буду молиться, но чтобы это было не зря для твоей судьбы, чтобы ты понял, что это вот все для тебя, для твоей судьбы. Давай я буду молиться, а ты вот потом задумайся немножко о своей жизни вообще. Как ты живешь, а? Если вот жена все-таки оставится, значит Бог тебе дал милость для того, чтобы ты свою жизнь поменял. Я говорю, по рукам. Ну примерно так, да? То есть я сказал спасибо, батюшка, все, так расплакался. И он начал молиться, представляете? Начал за меня такого тупого молиться. Хоть я несерьезно это все воспринял, хоть я ему особо не верю, мне просто идти-то некуда было, я уже ко всем сходил, она все уходит. Человек в последний момент к Богу обращается, да, хоть не сильно в Него верить, потому что ну куда ему еще обращаться? А батюшка, он начал молиться, молился, молился, молился за меня. И жена ее как-то завернула назад в какой-то момент. Она что тут чувствует, не могу уйти еще, не могу уйти. И вернулась, говорит, ну с тобой с винией придется жить. А что делать? И ты еще раз на колени встал, она говорит, ну ладно, ладно, я это уже видела. И осталось. Я думаю, Господи, спасибо тебе, но вот в церковь ходить ведь все равно некогда. На следующий день жена подходит, говорит, все-таки я решила уйти. Я говорю, нет, 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 я все, я перепутал, все, я сегодня в церковь иду. Она посмотрела, ну еще один день подумаем. Я побежал в церковь, все, батюшка, все, понял, спасибо, все. И она осталась. Это означает милость Бога, милость Бога. Тяжелая карма преодолевается с помощью милости старших, милости добрых людей, добрые люди иногда понимают. Не специалисты помогают, а добрые люди. Это тоже знак Бога, добрые люди. Надо человек голодный, допустим, добрые люди помогают. Я разок лежал в ванне, и я изучал, что такое тонкое тело. И есть как бы пять первоэлементов, там в тонких энергиях есть первый элемент пространства, первый элемент праны или энергии, потом дальше первый элемент огня, вот, первый элемент, который дает трансформацию всему, первый элемент воды или гармонии, и первый элемент земли или структуры. Я не буду это объяснять, это много лекций подряд. И просто медитировал нас на первоэлемент эфира, в котором находится карма. Там вот эти вот каналы, шротасы, допустим, да, наади, психические каналы, в них это каналы, которые создают пространство в теле. У нас в теле есть разные виды пространства, понимаете? Как здесь вот есть пространство, в котором идут провода. Это свой вид пространства. Есть пространство, которое выстилает облицовку здания, свой вид пространства и пространство, в котором мы сидим, да? Нас интересует только вот это пространство, но те, кто строили, не знают, что здесь много слоев есть в данных пространствах. Эти слои имеют свои пространства энергетические. Это первый элемент эфира создаёт эти пространства. Я медитировал на эти пространства. Медитация означает сильная концентрация внимания. Я пытался постичь это. Когда я начинал понимать, я так как раз, раз, начал прощупывать, смотреть всё своё тело и обнаружил, что в ноге, в правой ноге, в одном месте, внизу голени, прерывание тонкого тела. Есть прерывание. Я начал медитировать на это и понял, что в течение нескольких месяцев не могут, а может оторвать ногу. Я начал молиться, потому что вот эти тонкие каналы побеждаются только с помощью молитвы. Даже если человек не знает, что у него есть такие прерывания, какие-то энергетические в жизни, может разорваться семья, это тоже моя же часть, да? Может что-то с ребёнком плохое случится. Если человек просто искренне молится старшему, то его пространство жизни становится чистым и светлым. Только для этой причины, хотя бы, чтобы нормально просто жить, удача, что такое удача в жизни? Это когда вот пространство твоей психики становится чистым и светлым. Посмотрите в своё сердце. Всё ли у вас там вот чистое, светлое и так прозрачно, хорошо? Видите, нет, значит не хватает молитвы. А у меня всё вот спокойнее. Значит хватает, да? Сегодня, правда, я поменьше помолился, не хватило времени. Это оправдание. Надо было найти какое-то время. Итак, идея в чём заключается? В том, что вот это пространство внутреннее, оно у меня было нарушено. Начал молиться. Молился какое-то время, не помню сколько уже, может месяц. И чувствую, там как-то вот что-то осталось, но немного. Думаю, ну что мучиться? Вроде бы всё нормально. И через несколько месяцев я пошёл в лес. У меня была лопата, нож такой, в целлофанном пакете. Нож такой вот, такой вот, заточенный очень сильно. Хорошо срезать корни там. Я шёл за травами, лекарствами, корни, ветки там, много лекарственных всяких, не знаю, на ванне есть. Шёл в лес. И у меня, я задумался, у меня лопата опустилась, и передо мной возникла кочка, заросшая травой. Кочка такая, её не видно. Лопата втыкается в кочку, я иду, она такая встаёт горизонтально, нож встаёт между лопатой и ногой. Изо всего размаха втыкается мне прямо в это место. И торчит там. Я такой падаю, нож торчит, я лежу, вспомнил в ванне, как я там думал. Ну, всё сбылось. Ну, я думаю, ну, я же молился. Я думаю, ну, раз я молился, значит, какой-то результат должен быть. Я поднимаюсь, такой, как шоковый, такой немножко полевой состояние, поднимаюсь, и сквозь туман смотрю вдалеке два силуэта. Как будто бы люди стоят, мужчины и женщины, как будто бы там, то ли они целуются, то ли что. Ну, прям такие, знаете, расчертания, как будто бы красненькая кофточка. Ну, такое, что-то такое, как в тумане, знаете. Я такой, я смотрю, ещё немножко затуманилась, да. Я кричу, помогите! Начал кричать. Знаете, они услышали, это были люди, оказалось, да. Они подбежали, видят, у меня нож воткнутый, не стали вытаскивать её. Побежали в машину, взяли йод. Я говорю, заливайте всю рану, вытаскивайте, заливайте всю рану. Они залили всю рану, не йодом. А там на ножу, что только не было. Я же в земле ковырялся этим ножом. И всё, они всё залили. Сейчас шрам остался просто, всё. Нога осталась целой. Понятно, да, как бывает? Называется карма. То есть на тонком теле уже есть отпечатки кармы. Это какая карма у меня была? Тяжёлая. С помощью молитвы я её преодолел. Тима, ясно? Карма бывает лёгкая, средние тяжкие, тяжёлые. Распознать сразу невозможно. Поэтому сначала человек сам себе помогает, потом он просит помощи других, потом он начинает молиться, и потом он, если понимает, что ничего не помогает, он начинает сдавать экзамены. Помните вчера рассказывать случай про больного раком, да? Сначала он лечение было, потом молитва, если он смотрит, ничего, всё. И он начал готовиться к смерти. Всё, он понял, что это непреодолимая карма. Люди должны относиться нормально к оставлению тела. Нормально. Это нормальный процесс. Веда объясняет, вот точно так же, как человек засыпает, вы засыпаете, вы куда уходите? Вы знаете, куда уходите? Нет? Нет. А засыпать нормально? Да. И всё. Ведь ничего не видно, ничего не слышно. Целых 6-7 часов. Иногда 10 люди так делают. Ничего не видно, не слышно, спокойно там. Всё. Забылся. Но в раз проснулся. Заново, да? И это говорят, то же самое, только немножко помучаться придётся. Чуть-чуть помучаться, но, в принципе, то же самое. Веды говорят, однозначно потом опять проснёшься. Однозначно. Душа не может заснуть навечно. Она живая, понимаете? Живая означает, что рано или поздно она получит возможность жить дальше. Веда объясняет, вы скажете, я не верю. Кто не верит? Поднимите руку. Все не верят, и никто не поднял руку. Ну что ты будешь делать? Значит, вы болеете, надо лечиться просто. А потому что они бестолковые, поэтому не признают. Ну, значит, вы не нашли толковых врачей просто. Вот к моему помощнику сходите, он вам всё объяснит. Там, сейчас не будем оба... Я на этот вопрос так отвечаю. У меня геморрой, и у вас геморрой. Нам об этом интересно говорить. Всем остальным неинтересно. Хорошо? У меня есть там помощник. Выдите из зала, он вам всё расскажет. У нас можно вылечить бессонницу. Это тонкая болезнь. На тонком теле, и она лечится, прочищаем каналы тонкие, человек сплет. Всё очень просто. Итак, дальше поехали. Смотрите. То есть, идея в чём заключается? В том, что вот вы меня сбили. Я забыл, в чём идея заключать. Когда человек хочет кушать, хочет рожать, болеет, и сильно обижен, он не ориентируется в том, что происходит. Ему надо быстрее всё. Быстрее своё. Это нормально. Не-не, давайте вспомним, что я говорил. А вы, да-да, вы не верите. Правильно, и я тоже не верю. Знаете почему? Потому что вера означает, что я это точно воспринимаю. Вера возможна только при абсолютно точном восприятии ситуации. Вот допустим, вы верите в том, что это стол. Да. Но если, допустим, там есть зал в соседнем помещении, я говорю вам, там есть стол, такой же, как здесь. Вы верите в это? Нет. Вы предполагаете, что это так. Может, я обманусь, кто его знает. Понимаете? То есть, но если вы видели, что там стол есть, вы говорите, да, там есть стол. По крайней мере, вчера был, я его видел. Смотрите, то есть настоящая вера приходит только, когда человек имеет непосредственное восприятие. Понимаете? Настоящий верующий в Бога, человек, который имел контакт с Богом. Понимаете? Он почувствовал это божественную силу, он почувствовал этот контакт, и он говорит, да, я знаю точно, что Бог есть. У меня был контакт. Понимаете, у кого был контакт такой? Вот кто-то знает, да, у кого-то был контакт. Это бывает такое, да. Психиатры говорят, что это значит, что у него контакт был с своим психическим заболеванием. Это сильно скептические настроенные люди, чаще всего. Конечно, иногда бывают такие люди, которые действительно психически больные, иногда человек видит божественное, чувствует его. Это можно проверить экспериментально. Есть же факты, божественные факты жизни каждого человека. Какие-то, я вам рассказывал вчера на лекции, необычные вещи. Это факты, их нельзя провернуть, просто так сказать. Человек на карнизе стоял 20-30 минут и не упал. Редко так бывает. Почему-то он вдруг не упал? Какая-то причина должна уже быть, да? А? А если человек многократно попадает в луну и там эти состояния, он никак не умирает, а после эти там лекции, какие-то... Ну, всякое бывает, да, всякое бывает в жизни. Неоднократно. Давайте не будем сейчас об этом говорить, это сбивает тему лекции с толку. Опять наша личная ситуация. Итак, давайте продолжать тему. Да, вот мы сейчас об этом говорим. Итак, рождение и смерть это естественный процесс. Естественный процесс, но в муках мы умираем. Причина, почему мы умираем в муках, чтобы показать нам, что ничего хорошего в этой жизни нет. Мы хотим, а? для чего жить, чтобы дальше здесь уже не жить. Мой наставник говорит, этот мир нет для джентльменов. Нет для джентльменов. Понимаете, мы здесь самые страшные мутрики, ведь не во время смерти происходит, во время рождения. Веда описывает, что человек сначала 9 месяцев в замкнутом пространстве и дернуться не может. Потом он просто лезет, вылазит из этого пространства, не может дышать. Он в шоке полном, что происходит вообще. Во-первых, во-вторых, он ничего в это время не соображает. Когда ребенок рождается, он не понимает, куда попал, кто рядом. Он ничего не знает, ничего не понимает. Страшная такая ситуация, страшная ситуация. Он орет, плачет. Его по щекам бьют. Вообще тяжелая ситуация такая, серьезная. И когда человек тело оставляет то же самое, не знает, куда дальше, что дальше с ним будет, он тоже не знает. Поэтому кто знает? Не мешает тебе. Нет, она так по существу задает вопрос. Знают те, кто видел это все. Понимаете, есть ум человека, способен видеть все это. То есть можно реально, есть люди, их называют риши. Люди, слово риши переводит видящий или ясновидящий. Ясновидящий это не тот, кто там молния по башке ударила. Я все вижу. Вижу, вижу алые грозди, рябина. Вижу, вижу дом ее номер один. Вижу, вижу сад со скамьей у ворот город, где судьба меня ждет. Часто люди видят то, что они хотят. Риши это святой человек, он непривязанный. Ему не нужны деньги ни от кого, не нужна слава, не нужно, чтобы его называли экстрасенсом и памятник ему ставили. Святой человек не нуждается ни в чем от меня. Он мне дает знания. И он не то, что видит у меня геморрой и рассказывает мне об этом. Он мне рассказывает о самом главном в моей жизни. Он мне говорит, самое главное ты должен знать. Цель человеческой жизни понять, что ты вечный. Понять, что есть высшая любовь. Понять, что самая высшая любовь бывает только со святостью, со святыми людьми. Надо понять, что есть Бог. То есть, и он, когда мне это говорит, я чувствую, что это так. Почему? Потому что тот, кто видит сам, чувствует, он может это восприятие передать другому. Только такой человек. И такое общение является очень ценным в жизни. То есть, есть люди, которые знают больше, чем мы, для чего мы живем. с такими людьми надо учиться общаться. Общаться с ними можно только очень смиренно. Потому что они не будут с тобой говорить, если ты сомневаешься. Но зачем им с ними говорить? Тебе, им с тобой говорить. Зачем? Они могут тебе сказать, если это слово даст результат. То есть, такие люди, они просто так ничего не делают без результата. Если видят, что ты готов принять, они тебе говорят, ты сильно настроен принять, потому что ты сильно уважаешь человека. сознание приходит в сердце, и ты думаешь, ооо, вот ты какой северный олень. Ты принял истину, принял от него истину с помощью веры. То есть, вера, вера это не слепая вещь. Для того, чтобы поверить человеку, надо какое-то время побыть с ним. Надо служить ему, заботиться о нем. Знаете, как лучше всего проверить, человек искренний или нет? Похвалить его. Если человека хвалив, смотришь на него, и он такой, вот такой, расплылся. Ну, значит, несерьезный. Серьезный человек он не реагирует ни на что. То есть, похвалили хорошо, не похвалили тоже хорошо. Он не мотивирован славой, почетом, деньгами, ничем. Ему нужно только отношения чистые, возвышенные, глубокие отношения. Так можно узнать, что есть святость искать в людях это. Итак, смотрите, смерть сопровождается болью. Нас это учит тому, что не надо больше так. Не нужно надеяться на такую же жизнь. Не нужно стремиться к дому, к квартире, к деньгам, машине. Это не самое главное. Самое главное понять, что я вечный, что есть чистая любовь. В отношениях самое лучшее построить глубокие отношения. Допустим, закрываете глаза, смотрите внутрь себя. Я люблю своего мужа или нет в сердце? И сердце такое, а кто такой муж? Кого ты имеешь в виду? Сердце отвечает. Первого, второго или третьего. Кого ты имеешь в виду? Он тебе отвечает, этот, этот или этот. Кого ты можешь? То есть нет понимания в сердце. Закройте глаза. Я люблю своего близкого человека? Спросите себе. Я люблю? И у вас ответ сразу. Первый вариант. Всплывает такой близкий человек, который неприятный на самом деле. Значит, у нас неправильные отношения. Нет, нет глубоких отношений. Ничего не всплывает. Так, пытаясь вспомнить, не вспоминается. Значит, нет отношений просто. Или я вспоминаю и чувствую светлые чувства такие о человеке. Значит, есть в хороших отношениях. Светлая память есть. И она останется потом после ухода. Человек уходит, а разлуки нет. Светлая память оставляет людей вместе. Это значит, что они жили правильно друг с другом. Был смысл. А смысл правильной жизни когда бывает? Когда она внутренняя. Когда ты просишь прощения в сердце у человека. Внутренняя жизнь на расстоянии. Жизнь на расстоянии. И они вот с ним вот и а жизнь на расстоянии. То есть, я сажусь утром, молюсь Богу, святому человеку. Потом раз, пожалуйста. Я хочу, чтобы это моему мужу это тоже молитва была. Чтобы ему было благо. И у вас с ним чистое в сердце отношение к нему возникает. Чистое отношение. Вот женщина сидит на третьем ряду светлые волосы. Не вы, а вот перед вами. Вот так вот делишь. Да не вы, не вы. Перед вами, да. Вот так ручку опустили. У вас есть такие отношения светлые? нету? Есть. Вы как-то хорошо пытались думать о каком-то человеке. В сердце у вас очистились отношения. Нет? Нет, 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 рядом с вами будет жить. Нет? Нет, не с вами. Нет? А я вот так вижу, с кем-то у вас есть такие чистые отношения с кем-то человеком. У кого-то сердце дорожка есть, кому-то тянется. хорошее. Вы хотели, чтобы я вам сказал, да? А я не сказал. Знаете, почему? Потому что иногда хорошо человеку сказать, а иногда хорошо не сказать. Иногда горький вкус лучше, чем сладкий. на самом деле, вы работаете над собой много. хорошее. Но так как вам хочется похвалы, значит, недостаточно еще работы. Уже много? Но еще пока недостаточно. Спасибо вам, спасибо, мы с вами немножко поработали. Такая групповая работа была. я был на коне и рубал шашкой тех, кто под конем нахуй. Простите. Это самый лучший способ вообще жить. Быть повыше, забраться и рубать всех. Типа, ну тебе больно? Нет, так раз, больно. Больно, ну работай над собой дальше. Простите меня, пожалуйста. Ладно, это несовершенство так человека. Гордость, когда человека сажают чуть повыше, чем положено, начинает гордость повылазить наружу. Сейчас у меня вылезла гордость просто. Итак, у каждого человека наверное она есть. Вот мы в этом мире все это имеем. К сожалению, ничего не сделаешь.